Жители Иманжелинска на все лето могут остаться без горячей воды. Ее отключили для 80% многоквартирных домов. Там живут 50 тысяч человек. Местная администрация обвиняет в этом теплоснабжающую организацию. По словам чиновников, компания задолжала поставщику газа почти 70 миллионов рублей. В добровольном порядке поступления оплаты не было. Только в принудительном порядке, по судебным решениям. В следствии этого скопилась достаточно крупная сумма. Только одному новотеку 69 с лишним миллионов. Были неоднократные предупреждения об отключении газа. Из-за долга поставщик газа отказался работать в городе. В итоге воду просто нечем нагреть в котельных. При этом в администрации уверяют, жители исправно платили за услуги. А деньги исчезли именно на счетах коммунальщиков. У меня двое внуков близнецов. Мне вот даже покупать элементарно, постирать. Это все, это надо будет греть воду. Надо будет все, без горячей воды никак, просто-напросто никак. С сады и огорода приедешь, надо помыться. Куда пропали деньги жителей, теперь придется выяснять полиции. По результатам проведенной проверки 28 апреля этого года в орган полиции направлено постановление и материалы проверки о том, что Уралсервис получал денежные средства от населения, но не перечислял новотек. В данном случае мы усмотрели состав преступления, предусмотренный частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Это мошенничество в особо крупном размере. Чтобы горячая вода вернулась в дома жителей, нужно погасить хотя бы часть долга перед поставщиком газа. В то же время мэрия хочет разорвать договор с частной коммунальной компанией и взять котельный под свой контроль. Тогда можно будет проследить, чтобы долги больше не росли и не возникло проблем в следующем отопительном сезоне. Продолжение следует...